Нам нужно увидеть повышение ставки не больше, чем на 25 базисных пунктов. 50 базисных пунктов станет катастрофой. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. И как ты слышишь по моему голосу, я очень сильно заболел, поэтому 4 дня видео не выходили на канале. Но сегодня я себя начал чувствовать лучше, поэтому держи обновление по крипторынку. Тем более, что сегодня очень важный день. Если ты держишь биткоин или криптовалюту, тебе нужно обратить свое внимание на это. Следующая встреча ФРС США пройдет уже сегодня, через 13 часов. Давай поговорим о том, что это значит для крипторынка. ФРС США сегодня объявит о восьмом повышении ставки подряд. Рынок ожидает повышения ставки всего на 25 базисных пунктов на фоне снижения инфляции до 6,5%. Как говорится в крайнем отчете о CPI. ФРС США повышает ставку и похоже, что это работает. Однако я снимал видео о том, как ФРС США манипулирует цифрами. Если ты не видел, ссылку на него оставлю в описании. Тем не менее, рынок отталкивается именно от этих цифр, и поэтому говорить мы будем только о них. Нам нужно увидеть повышение ставки не больше, чем на 25 базисных пунктов. 50 базисных пунктов станет катастрофой. Также нам нужно получить сообщение от ФРС не только о том, что их политика работает, но и о том, что они близки к завершению количественного ужесточения, что им больше ничего не нужно делать из того, что они делали раньше. Я думаю, рынок отреагирует на такие слова очень хорошо. Я думаю, 25 базисных пунктов – это все, что ему нужно для этого. Кстати, есть еще одна метрика для 2022 года, за которой я слежу. Это самый медленный рост денежного предложения со времен Великой депрессии в 1930-х годах. У нас также есть самая большая инверсия кривой доходности казначейства за последние 40 лет. Это самый большой индикатор рецессии. Так почему ФРС захочет продолжить и еще больше увеличить эту инверсию? Я этого не понимаю. Итак, рост процентной ставки сегодня приведет к тому, что в системе станет еще меньше денег. Что, в свою очередь, приведет к давлению на все рынки, как мы уже видели весь прошлый год. Но есть хорошие новости. Участники рынка ненавидят даже не рост ставки, а неопределенности. Но поскольку на прошлой встрече ФРС США намекнули, что будут поднимать ставку только на 25 базисных пунктов, неопределенности участники рынка не ощущают. 98,7% участников рынка уже заложили в цену активов это повышение ставки сегодня. Итак, если они повысят ставку не на 25 базисных пунктов, а на 50, это будет большим шоком для почти 98% участников рынка. Однако, только 1,3% рынка считает, что рост ставки будет больше 25 базисных пунктов. Поэтому ты, как криптохолдер, должен понять, что даже несмотря на то, что ФРС США, кажется, становятся менее агрессивными, они все еще повышают ставку. Потому что прямо сейчас, даже если отталкиваться от их манипулятивной цифры инфляции в 6,5%, мы понимаем, что она еще далеко от их цели в 2%. Мы видим, что инфляция еще не упала до этой цели. Джером Пауэл говорит, что их цель 2% под конец этого года. Поэтому, если они повысят ставку сегодня на 25 базисных пунктов, думаю, им придется еще раз повышать ее и в следующий раз. А удерживание ставок на таком уровне, около уже 5, даже более процентов, может привести к большому расколу в экономике. Приблизительно такие же ставки были в 2007 году, как ты видишь на этом графике. Что закончилось финансовым кризисом в 2008. Ведь удерживание такой высокой ставки приводит к выкачиванию денег из системы. Сегодня обязательно сделаю видео после выступления Джерома Пауэлла и после объявления о новом повышении ставки. Так что подпишись на канал и поставь лайк, мне будет очень приятно. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok